Когда в начале 90-х у нас начали показывать американский рестлинг, мир разделился на две части. На тех, кто верит, что дерутся по-настоящему, и на тех, кто уверял, что все это подстава. Я был на стороне последних, но когда на этой неделе побывал в московском рестлинг-клубе, я на собственном здоровье убедился, что даже если матчи и договорные, то уж кровь, пот и боль тут самые настоящие. В этом подпольном душном помещении никто не задает вопрос по-настоящему, дерутся в рестлинге или нет. Сразу видно, что здесь реально людям больно. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Это вот главный тренер. Скажите, что у вас сейчас происходит? Это вот общая физическая подготовка? Да, это сейчас идет, так сказать, ОПФ. Кувыркаемся, мальчики, кувыркаемся. И девочки. Вот все-таки, как правильно понять, вот рестлинг это шоу больше или это спор? Спортсменом может быть ты не быть, драться научим все равно, но актерам быть обязан. Какой самый сложный вообще элемент отрабатывается? Спор довольно травмопастный, если плохо что-то мне делать. Потому что, допустим, при любом падении на спину, сами видели, что рельс жесткий, можно получить серьезный травм, разрыв легкий, например. Можно спокойно, ребятки занимаются этим, для того, чтобы в шоу потом участвовать. Все мечтают стать рельсами, выйти на ориентир. Даже делаешь, да? От каната, шаг. Подошел. Ты не будешь? Ты же подходишь. Ты знаешь, руку сюда, руку сюда, да? Взял, раз, два. Присел. Это впрыг обратно. Ты как сейчас? Ты как сейчас? Ну ничего. Ты что-то, это? Субтитры сделал DimaTorzok Вот это был уже профессиональный бой У каждого здесь, кстати говоря, есть свое профессиональное прозвище Здесь есть и лютый, и ярый, и всегда добрый, лопатка, и даже локомотив Интересно, а у меня получится вот так вот? Сейчас я покажу, чему я сегодня научился Можно? Испытуем вот так Ну как, круто? Давай покажем Ой, блин, дождись Мамочки На что же? Все, все Я больше не буду Ооооо! Оооо! Оооо! Продолжение следует...